За подписью главы государства вышел указ о совершенствовании механизмов государственного контроля и внедрении системы цифровой энергоконтроль в топливно-энергетической отрасли. Документом обозначены новые, наиболее действенные и эффективные подходы к решению актуальных задач в данном направлении. В частности, утверждена дорожная карта по дальнейшему усилению государственного контроля за использованием топливно-энергетических ресурсов. Комментарий программы раскроет суть. Топливно-энергетические ресурсы страны само время требует эффективного подхода к их использованию, что в основе дальнейшего развития, повышения благосостояния народа. В последние годы проводится системная работа в этом направлении, в том числе по предотвращению случаев хищения ресурсов, а также внедрению рыночных механизмов путем привлечения инвестиций. Тем не менее, существует ряд проблем в обеспечении государственного контроля. Ослабление вертикального управления и строгого ведомственного контроля увеличило случаи хищения в сфере. Неполное же использование современных информационно-коммуникационных средств сохраняет человеческий фактор на высоком уровне. Нет системного информационного обмена между предприятиями-производителями, поставщиками и контролирующими ведомствами, взаимной интеграцией их информационных ресурсов, что отрицательно сказывается на своевременном выявлении и устранении расхождений между объемами топливно-энергетических ресурсов. На восполнение этих и других пробелов в сфере направлен указ президента о совершенствовании механизмов государственного контроля и внедрения системы цифровой энергоконтроль в топливно-энергетической отрасли. Внедрение платформы энергоконтроль позволит упростить выявление фактов незаконного подключения, в том числе путем анализа аномального потребления энергоресурсов со стороны субъектов предпринимательства и населения. Так, например, если заправочная станция начала потреблять меньше газа, либо какой-либо завод меньше электричества, система подскажет, куда надзорным органам необходимо обратить особое внимание. Или по соседству с домохозяйством была построена теплица, и после ее запуска давление газа в системе снизилось. Каждый такой случай будет зарегистрирован в системе, в том числе за счет народного контроля. Другая не менее важная функция системы – введение мониторинга производства, добычи, переработки, передачи и транспортировки и потребления топливно-энергетических ресурсов. Примерно, какой-то из этапов произошел сбой при добыче или на компрессорной станции, что в свою очередь привело к дефициту газа. Система зафиксирует каждый такой случай. Простыми словами, должен быть баланс между производством и потреблением. Если производство больше, чем потребление, значит нужно срочно принимать меры по выявлению данной аномалии. Реализация данных мероприятий позволит обеспечить рациональное и эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и цифровизация процессов в этой области. Отсутствие общественного контроля, а также строгой платежной дисциплины за использованный ресурс современных методов изыскания. Отсюда и рост задолженности в сфере, затрудняющие работу снабженческих предприятий по своевременной модернизации сети и устройств. Все это создает ряд проблем, на решение которых направлен данный указ, в рамках которого поставлены актуальные задачи в этом направлении. Документом предусматривается... Внедрение системы энергоконтроль, который позволит обеспечить изучение и контроль по расходу и качеству топливно-энергетических ресурсов. Более того, результатом внедрения будет получение аналитики по всей системе от добычи до потребления. Это позволит, кроме контроля объемов поставки, более качественно проанализировать состояние сетей и выработка предложений по их устранению узких мест в газотранспортной системе и энергосетей. В целом, данные мероприятия позволят повысить ответственность использования топливно-энергетических ресурсов потребителями и значительно сократить хищение энергоресурсов. Раньше, если на это уходило большое количество времени, скажем, месяц-два, чтобы проанализировать потребление топливных ресурсов данным каким-то предприятием, то сейчас вот эта система цифровой энергоконтроль, он нам показывает все. При выявлении фактов нерациональной выработки или использования транспортировки, или хищения топливно-энергетических ресурсов, мы целенаправленно будем принимать меры к данным потребителям. Речь о полном внедрении автоматизированных систем контроля и учета использования электрической энергии и природного газа, а также налаживании новой системы предупреждения и пресечения случаев хищения топливно-энергетических ресурсов. При этом обозначены основные задачи, возложенные на республиканские, региональные, районные и городские штабы по эффективной организации и координации государственного контроля. Основными задачами штабов будут выявления и пресечения незаконных подключений к топливно-энергетическим ресурсам. Будет организован ежедневный мониторинг и контроль по выявлению этих фактов. Утверждена дорожная карта по дальнейшему усилению государственного контроля за использованием топливно-энергетических ресурсов, реализации безотлагательных мер по предупреждению и обеспечению неотвратимости ответственности за правонарушения в данной отрасли. Указом предусматривается полный учет работы в сфере энергетики, нефтегазовой отрасли, на уровне цифровизации. Обозначены конкретные требования в этом плане. В частности, мы внедряем проект ЕКОН, основная цель которого заключается в установке прибора учета на каждой цепочке подачи газа из колодца до предприятия у стран газа, автоматизации процесса бурения, изменения давления и температуры. Это даст возможность правильного контроля. У нас в нефтегазовой сфере страны более 5000 скважин. Уважаемый президент поставил большую задачу перед нами, связанную с цифровизацией. Будь то бурение, геолого-разведочной работы или добыча. На поверхности земли имеются сооружения, и эта система непосредственно связана с этими колодцами и подземными ресурсами. И мы должны полностью видеть ее. В этом плане мы приступили к практическим работам, то есть разработали первую версию данной программы. И здесь стоит вопрос не только получения необходимой информации, но и управления. Работа ведется по каждому колодцу и месторождению. Между тем, процедуры проверки деятельности субъектов предпринимательства не распространяются на контрольные мероприятия инспекции по контролю за использованием электроэнергии, нефтепродуктов и газа при Министерстве энергетики, проводимые на предприятиях с государственной долей, занимающихся производством, добычей, переработкой, транспортировкой, поставкой и распределением топливно-энергетических ресурсов на предмет соблюдения актов законодательства. Будет осуществляться общественный контроль и при случае сообщения таких фактов предусматривается вознаграждение лиц, которые сообщили данные факты нарушения за использованием топливно-энергетических ресурсов, то есть теплоэнергоснабжения, газоснабжения. Сведения о предоставивших такую информацию не подлежат разглашению. Генеральной прокуратуре поручается до 1 сентября этого года внедрить информационную систему прокурорский надзор по введению единой базы мероприятий прокурорского надзора за исполнением законов, в том числе законодательства в сфере использования топливно-энергетических ресурсов, а также актов прокурорского надзора, примененных по результатам данных мероприятий. Контрольные мероприятия и примененные по ним акты прокурорского надзора будут формироваться в единой базе. Также государственным органам и их должностным лицам прокурорам будут вноситься требования по безотлагательному устранению нарушений закона. Речь и о мониторинге, а также информационно-аналитической деятельности в качестве мероприятий прокурорского надзора, что повышает эффективность работы в этом направлении. До 1 ноября нынешнего года планируется разработать проект нормативно-правового акта, предусматривающего концепцию долгосрочного развития и программу мер по цифровизации топливно-энергетической отрасли. В деятельность УЗЭнергоинспекции в порядке эксперимента будет внедрена платформа «Энергоконтроль» и пилотная версия ее мобильного приложения в Кашкадаринской области до 1 марта будущего года. Полной версии в срок до 1 октября будущего года. Документом обозначены новые, наиболее действенные и эффективные подходы к решению актуальных задач в этом направлении со взглядом на перспективу, что обеспечит дальнейшее динамичное развитие отрасли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова